Мне бы хотелось все-таки немножечко до того, как обсудить вопросы, касающиеся непосредственно и специфически рака молочной железы и оценки степени мархиологического регресса, сказать пару слов о терминологии, которая использовалась на протяжении многих лет в нашей стране и о тех трансформациях, которые возможны в ближайшее время. На самом деле мы здесь применяем термин на этом конгрессе оценка мархиологического регресса или патологического регресса, но в обиходной жизни большинство из нас и клиницистов употребляют термин лечебный или лекарственный патоморфоз. И в общем-то у этого, конечно, есть совершенно определенные корни. Понятие это происходит из немецкого языка, в англоязычной литературе термина патоморфоз нет в принципе, и слова такого тоже нет в толковых словарях английского языка. И в Германии это очень было философское понятие, которое обозначало любые фактические изменения болезни под воздействием любых факторов. И это были как истинные изменения картины болезни спонтанные или вследствие терапии, так и ложные изменения болезни, когда одна мимикрировала другую и так далее. И вот в немецком языке все это обозначалось термином патоморфоз. И в более узком понятии, как лекарственный патоморфоз в современной германоязычной литературе, оно применяется только в отношении туберкулеза и его ответа на противотуберкулезное лечение. Поэтому на самом деле для того, чтобы каким-то образом российскую терминологию привести в соответствие с международной, англоязычной, все-таки лучше, конечно, от этого термина сейчас отказаться и употреблять такое общее понятие регресс опухоли на фоне лечения или морфологический регресс. Прошу прощения. Ну, первая такая оценка систематическая морфологического регресса была доложена в 1976 году в Институте медицинской радиологии на специфической, так сказать, ежегодной конференции, которая происходит и сейчас. И в этом году, кстати, она в мае была очень интересная. Лушников тоже, в общем-то, там делал большой проблемный доклад, вот, он еще, так сказать, жив, и в июле выйдет его книжка, такая, обобщающая, так сказать, его многолетний опыт в этой области. Вот, уже предпечатанные, так сказать, экземпляры ее есть. И, в общем-то, после этого, после этого Конгресса в Вестнике Академии Наук СССР было опубликовано две статьи на эту тему, так сказать, Лушниковой и Лавниковой, где были представлены две шкалы, две схемы оценки морфологического регресса, которые тогда назывались патоморфозом, на лечение. В принципе, эти схемы были достаточно похожи, и, в общем, не было принципиальной разницы, какую из них выбрать для рутинной практики в СССР. Ну, выбрали схему Лушниковой, могли выбрать Лавниковой, вот, так сказать, в литературных обзорах упоминается и тот, и тот, но они имели, так сказать, целый ряд общих черт и целый ряд, так сказать, фантастических недостатков, которые, в общем, являлись отражением того подхода, который превалировал в те времена. И, в общем-то, Лушников был первым ординатором Института медицинской радиологии в Обнинске, так сказать, совершенно гениальный человек, и его схема, она стала заложником его гениальности. Вы здесь видите, так сказать, что, следуя немецкой традиции, эта схема была построена, так сказать, в общем-то, в регрессивном ключе, когда самый большой балл соответствовал, так сказать, полному морфологическому регрессу, да, а самый маленький балл – это, так сказать, полное отсутствие регресса. В то время как эта схема принята также только в Германии, и все, так сказать, негермано-говорящие страны используют прогрессивную шкалу, когда логика такая, что наибольшее количество оставшихся резидуальных опухолевых клеток соответствует наивысшему баллу, а полное отсутствие опухолевых клеток после неоадювантной терапии соответствует низшему, да. Поэтому, когда вы будете, так сказать, читать различные работы, где оценивается в бальной шкале морфологический регресс, то, конечно, нужно обязательно смотреть, из какой страны, так сказать, она исходит, потому что вас будет пугать, что они совершенно в разную сторону направлены. Это, в общем, очень легко объяснимо. Вот подобная шкала, как, так сказать, использовалась в России, в СССР многие годы, она только немецкими авторами в настоящее время применяется. Но если вы посмотрите на эту шкалу внимательно, то вы обнаружите её, так сказать, одно достаточно интересное свойство. Она чисто описательная. То есть, в общем-то, гениальный глаз морфолога смог выделить какие-то определённые изменения в опухолевых клетках или в опухоли в целом, которые соответствовали лечебному воздействию. И каким-то образом, не соотнося это ни с какими клиническими параметрами в те времена, ни с безрецидивной выживаемостью, ни с общей выживаемостью, вот эти вот морфологические, так сказать, черты были описаны. И, в общем-то, мы более-менее понимаем, что какие черты соответствуют более глубоким изменениям в опухолевой клетке. Поэтому им были приданы большей, так сказать, степени. И, соответственно, была выстроена эта шкала. Конечно, эта шкала не являлась маркёром, в общем-то, ничего. То есть в какой-то мере она, конечно, отражала то, как опухоль отвечает на терапию, но это не предиктор абсолютно и не фактор прогноза, потому что, конечно, в те времена никаких соотношений с конечными точками, используемыми сейчас, такими как безрецидивно, общая, бессобытийно и так далее, выживаемости, приведено не было. Второй, так сказать, недостаток этой шкалы, в общем, заключается в том, что схема разработана для лучевой терапии. В то время как, так сказать, сейчас очень часто её пытаются применять для химиотерапии. А мы знаем, что кинетика изменений при действии лучевой терапии и химиотерапии совершенно разная. Лучевая терапия, так сказать, действует куда медленнее с точки зрения изменения морфологии клеток. И для того, чтобы морфологический эффект от лучевой терапии реализовался, нужны, так сказать, в несколько раз больше времени, нужны месяцы, полтора, два, три месяца, в то время как эффекты от химиотерапии развиваются уже, так сказать, за недели, а от таргетной терапии иногда за дни. Поэтому, в общем-то, эта схема не очень пригодна для оценки химиотерапии, даже невзирая на те недостатки, первые, которые я указал. И, конечно, воспроизводимость этой схемы тоже не была исследована. Это был гений одного человека, талантливого первого ординатора Института медицинской радиологии. Но насколько это воспроизводимо среди других патологов, никогда в СССР эти исследования не проводились. Поэтому, на самом деле, конечно, повсеместно в регионе эта схема используется, но я думаю, что практическая ценность её под общим большим вопросом. И нам, на самом деле, с изменением терминологии, необходимо каким-то образом перейти на другие схемы оценки морфологического регресса. Сделать как-то это вкупе на те, которые дают хоть какую-то клиническую информацию. И самый большой вопрос для нас, а какую клиническую информацию вообще они дают и для каких типов опухоли? На самом деле, здесь ситуация очень неутешительна, потому что для большинства локализации солидных опухолей нет никаких вменяемых схем оценки морфологического регресса, кроме Y-PTNM, кроме стадирования по Y-PTNM. И даже для тех органов, для которых какие-то схемы опубликованы, они, в общем, тоже не сильно отличаются от чисто описательных схем. Ну, например, больше 10% или меньше 10% жизнеспособных клеток. Но совершенно не очевидно, что этот фактор каким-то образом очень существенно будет связан с безрецидивной или общей выживаемостью. И доказать это крайне сложно. Хотя воспроизводимость его лучше, чем схемы Лушниковой и Лавниковой, потому что всё-таки 10%, так сказать, больше или меньше, это легко воспроизводимый параметр для патологоанатома. Тут имеется в виду соотношение опухолевых клеток по отношению к фиброзу, да, в опухолевом поле. Ну, считается, что наиболее хорошо эти схемы валидизированы клинически, да, не аналитически, а клинически для рака прямой кишки и пищевода. Причём нет дискриминации плоскоклеточный рак или аденокарцинома. Да, это ещё один дефект современных подходов к оценке морфологического регресса, потому что эти опухоли совершенно по-разному отвечают как на лучевое, так и на химилучевое лечение. Вот. И для рака молочной железы. И мне для начала, так сказать, чтобы немножечко, так сказать, эту проблему обострить, хотелось бы показать именно на примере рака прямой кишки. Но вот эта схема, которая здесь, так сказать, приведена в прогрессивной шкале, да, когда у нас полный ответ, так сказать, это низшие баллы, а отсутствие ответа наивысшие баллы, неважно, это трёхступенчатая, четырёх- или пятиступенчатая шкала. И мы видим, так сказать, что полный морфологический регресс – это полное отсутствие опухолевых клеток в зоне локализации первичной опухоли, в опухолевом ложе, да. Всё, так сказать, замещено фиброзом, нормальные структуры не восстанавливаются, и при этом отсутствие морфологического регресса – это когда опухолевые клетки преобладают над фиброзом в опухолевом ложе. Так вот, как работает эта система? На самом деле она не работает. Даже такое грубое деление на полный морфологический регресс и, так сказать, любой вид неполного регресса не коррелирует в колоректальном раке, ну, в частности, в раке прямой кишки при неоадювантном, что лучевом лечении, что химиолучевом лечении, с такими параметрами, как общая безрецидивная выживаемость. Вот на этом графике приведено довольно крупное европейское исследование, где, так сказать, у нас исследована корреляция общей выживаемости с, так сказать, полным морфологическим регрессом, и вы видите практически параллельную, так сказать, оси абсцисс-линию, в то время как R011, если бы корреляция была сильная, R2 была бы больше, чем 0,7, да, а не 0,1, и кривая носила бы вот такой диагональный характер под 45 градусов. То есть те схемы морфологического регресса, которые сейчас есть для рака пищевода и для рака прямой кишки, они, к сожалению, точно так же не жизнеспособны, как общеизвестная, так сказать, схема Лушникова, и они никаким образом не предсказывают прогноз больного. Для чего они удобны? Конечно, их можно использовать для того, чтобы сравнивать методы лечения между собой. Чтобы, например, посмотреть, к неоадивантной лучевой терапии добавление химиотерапии даёт что-то или не даёт? Да, конечно, если мы добавляем химиотерапию, то частота морфологического регресса будет выше, но совершенно не очевидно, что это будет перетекать в большую общую выживаемость, и на самом деле в большинстве исследований это и вправду не перетекает в большую общую выживаемость, но каким-то образом позволяет сравнивать схемы между собой. То есть фактически полный морфологический регресс в том виде, в котором он, так сказать, представлен для рака прямой кишки и пищевода, он, так сказать, скорее отражает response rate, то есть уровень ответа на терапию, а не какие-то прогностические параметры. Почему это происходит и что отражает прогноз? Ну вот если вы посмотрите на эти два графика, то здесь степень морфологического регресса по первичной опухоли и здесь, так сказать, состояние, соответственно, YPT и YPN. Конечно, состояние лимфоузлов и, так сказать, размеры первичной опухоли, то есть YPT и NM лучше, чем морфологический регресс, предсказывает, так сказать, общую выживаемость и безрецидивную выживаемость при неоадювантной терапии у больных раком прямой кишки. И на самом деле вот этот вот колоссальный дефект катастрофический, который существует в современных схемах оценки морфологического регресса для органов желудочечного тракта, заключается именно в том, что ни одна из современных схем не оценивает состояние лимфатических узлов. Если бы фактор лимфатических узлов, да, то, что мы, например, в РСБ имеем для молочной железы, был бы внедрён в схему оценки морфологического регресса, может быть, прогностическая ценность этого фактора была бы больше, а может быть и нет. Это необходимо исследовать. Но сам по себе фактор оценки регресса в лимфатических узлах оказался наиболее чувствительным фактором прогноза течения после неоадювантного лечения. И если у нас, так сказать, соответственно, нет регресса в лимфатических узлах, то выживаемость радикально отличается от того, когда регресс полный, а если мы оцениваем гистологически первичную опухоль, то статистически достоверной разницы мы не наблюдаем. И это очень важный фактор. Поэтому на самом деле следует признать, что мы не имеем в настоящее время, как патологоанатомы и клиницисты в своём арсенале, никаких схем оценки морфологического регресса опухоли, нигде, кроме рака молочной железы, которые каким-то образом позволяли бы предсказать общую безрецидивную выживаемость у наших пациентов. Но в раке молочной железы, так сказать, это уже обсуждается довольно долго, и я поэтому, так сказать, позволю так коротко, так сказать, в общем, по этому пробежаться, что в 2015 году на самом деле собралась большая международная группа, которая, так сказать, была посвящена как раз оценке морфологического регресса, и она издала свои рекомендации, в общем-то, которые были достаточно просты и конкретны, что существует два способа оценки морфологического регресса, клинически значимые. Это Y-PTNM и это индекс RCB. Y-PTNM – это классический индекс, который учитывает как состояние первичной опухоли, так и региональных лимфатических узлов. Индекс RCB – это несколько более сложный индекс с точки зрения оценки патологоанатомом, но абсолютно не более затратный с точки зрения фармакоэкономики, потому что, в общем-то, для него не нужно никаких дополнительных морфологу делать действий, там срезов каких-то, резать дополнительные и так далее, а просто немножко иначе считать, который, в общем, отражает то же самое, только более чётко. И на самом деле, вот здесь, если мы посмотрим, то как на бессобытийную, так и на общую выживаемость существует достоверная разница при, так сказать, оценке Y-PTNM, то есть, когда мы оцениваем и опухоль, и лимфоузлы, есть полный морфологический регресс или полного морфологического регресса нет. То есть, в общем-то, для рака молочной железы это работает, и очень важно, чтобы эта схема учитывала лимфоузлы, потому что если схема не учитывает лимфоузлы, а только учитывает первичную опухоль, вы видите, хотя и незначимое, но достоверно худшую общую и бессобытийную выживаемость у этих больных. На самом деле, конечно, это редкая ситуация, когда у нас есть полный морфологический регресс в опухоли, и нету в лимфатических узлах, поэтому эти кривые расходятся не очень сильно. И в общем-то даже система Miller Paint, которая даже в хороших руках работает не очень хорошо, она все-таки каким-то образом работает. Но Международный комитет рекомендовал только YPTNM и RCB. И RCB отличается на самом деле от всего того, что было, и от всех редакций YPTNM и GCC, и от 2002 года, который учитывал только наибольший размер опухоли, и от 2009 года пересмотра, который учитывал размер наибольшего фокуса, если опухолевый узел разбит на несколько очагов. Потому что индекс RCB учитывает фактически всю площадь жизнеспособной опухолевой ткани, причем он измеряется в двух измерениях, причем после этого мы обязательно должны посчитать клеточность остаточной опухоли, то есть фактически, так сказать, плотность, да, и мы должны вычесть из этого рак инситу. То есть фактически этот индекс позволяет оценить объем остаточной жизнеспособной опухоли первичной, и кроме этого количество лимфатических узлов и диаметр наибольшего метастаза позволяет понять объем метастатической опухоли оставшейся. И на самом деле вот эти два фактора делают индекс RCB самым точным. Он куда точнее, чем, так сказать, TNM, и для того, чтобы, конечно, самому считать это не нужно, это можно все загрузить в онлайн-калькулятор, он прекрасно выдаст эти индексы. И, в общем-то, на самом деле, с практической точки зрения мы постоянно видим эти случаи, когда ложе опухоли, да, у нас, так сказать, может быть большое, по наибольшему размеру 22 мм, да, а остаточная опухоль, так сказать, она наибольшее измерение, так сказать, 3 мм, а индекс RCB учитывает ее плотность, которая, в общем, будет еще меньше. И вот эта вот разница, она имеет прямое значение отражения в кривых, так сказать, выживаемости. И мы можем посмотреть выживаемость без прогрессирования, и мы видим, что для второй стадии YPTNM, да, это еще было, когда была IGCC-система 2002 года, но я думаю, что девятый год не сильно изменится, разные индексы RCB дают существенно разную выживаемость без прогрессирования. Более того, конечно, при первой стадии YPTNM, да, когда практически полный регресс, разницы особой нет, но даже для третьей стадии тоже, так сказать, разница есть для разных индексов RCB. Поэтому на самом деле мы, конечно, прекрасно признаем и понимаем, что индекс RCB это очень полезный и важный, так сказать, для нашей практической работы индекс, и он более точно, чем YPTNM, пожалуй, это самое точное, что есть сейчас, и никаких аналогов для других органов его нет, вот, и это очень хорошо воспроизводимый индекс, и все работы по воспроизводимости, которые были проведены, показали, что если мы возьмем некую обучающую коллекцию опухолей, дадим их разным патологам, которые до этого по RCB не считали прогноз течения заболевания, и каждый из патологов, вот тут было 5 патологов, он сам рассчитал этот индекс по онлайн-калькулятору, да, до этого он этим не занимался, и потом для этих 100 опухолей посмотрели безрецидивную выживаемость, так сказать, для каждого индивидуального исследования, и выяснилось, что это воспроизводимо, то есть 4 человека из 5 таким образом посчитали индекс RCB, что их, так сказать, баллы и вправду отражали безрецидивную выживаемость, и только у одного исследователя, так сказать, 2 деления индекса спутались, но полный регресс и отсутствие регресса, так сказать, тоже статистически различались достоверно, то есть на самом деле оказалось, что это фантастически воспроизводимый индекс, он очень простой даже для необученных людей, хотя там есть нюансы, но формула построена таким образом, что многие ошибки морфологической оценки, она позволяет компенсировать, и если, так сказать, в практическом плане вы начнете это выполнять, в общем, вы это заметите, там, так сказать, это очень продуманная вещь с точки зрения биоинформатики, и, в общем-то, из этого можно сделать достаточно простые выводы, что нам, конечно, для того, чтобы оценить степень регресса, нужно исследовать весь объём остаточной опухолевой ткани, не только первичную опухоль, но обязательно и состояние лимфоузлов, и для всех органов, кроме рака молочной железы, для всех солидных опухолей, единственной системой, которая учитывала бы весь объём опухолевой ткани остаточной, это YPTNM, вот, и для, так сказать, рака молочной железы существует замечательный индекс, который называется RCB, то есть индекс объёма остаточной опухоли, но вот если мы зададимся вопросом, окей, на настоящем этапе, когда мы для рака молочной железы применяем, так сказать, в основном лекарственную терапию, причём в основном, так сказать, там, для химиотерапии, да, и для некоторых видов таргетной терапии этот индекс работает, для гормональной терапии, так сказать, там это немножечко всё иначе, поскольку кинетика совершенно другая, и индекс RCB, так сказать, практически не предсказывает прогноз, если чистая была гормональная неоадювантная терапия, да, то есть он неприменим в этой ситуации, но это вот на настоящий момент, и мы вправду можем строить модель общей и безрецидивной выживаемости у больных при неоадювантной химиотерапии, так сказать, рака молочной железы, но при новых модальностях терапии, которые ожидают нас в ближайшие 5 лет, насколько индекс RCB будет отражать общую безрецидивную выживаемость? Есть такое предположение, так сказать, и я, в общем, с ним полностью согласен, что отражать он их не будет, и что история с индексом RCB – это достаточно короткая история в нашей жизни, а в России она может, в общем, закончиться, не успев начаться, потому что для иммунотерапии, на самом деле, степень морфологического регресса абсолютно не является отражением, так сказать, общей безрецидивной выживаемости, потому что мы чётко знаем, что при иммунотерапии у больных, может происходить, у части больных происходит так называемое замораживание опухоли, когда опухоль по критериям резист не уменьшается и не увеличивается, и на самом деле морфологического регресса выраженного нет, но при этом нет и прогрессирования, и эти больные, так сказать, и безрецидивная общая выживаемость у них велика. И даже более того, некоторое прогрессирование по критериям резист на фоне иммунотерапии, то есть появление дополнительных единичных очагов, всё равно может не сказываться на общей выживаемости этих больных, и они всё равно, так сказать, живут годы. Поэтому на самом деле, вот мы сейчас, так сказать, все так бьёмся, там и Российское общество патологов, и, так сказать, там Российское общество онкомомологов и так далее, для того, чтобы на всех конференциях об этом говорим, так сказать, и наша там ассоциация онкоморфологов, для того, чтобы внедрить индекс РСБ. Но никто из нас, так сказать, не знает, насколько долго будет эта история. И как бы так ни получилось, что когда мы внедрим его на территорию, так сказать, всей страны, в общем-то уже он станет неактуален, потому что, по крайней мере, для части больных придут новые модальности, для которых индекс этот не будет отражать ничего. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ